Всем привет, с вами Стас, и это продолжение урока для новичков. И в этом видеоуроке я расскажу вам о том, какие сэмплы хорошие и какие плохие, зачем выбирать хорошие, чем они отличаются, и постараюсь рассказать о микшере, что он такой, зачем он нужен и как его использовать. Но перед этим напоминаю, что к каждому моему видеокурсу, и к «Я хочу бить 2.3» и к видеокурсу по клауду и триллу приложены курсы для новичков. То есть каждый из моих видеоуроков подойдет абсолютному новичку. Это точно. А теперь переходим к видеоуроку. Итак, вот я подобрал несколько сэмплов. Из них некоторые очевидно плохие, и сейчас я покажу вам почему. К примеру, вот этот. Это у нас клэп. Ну, клэп как клэп, но казалось бы, вначале, ладно, тишина, ее можно убрать крутилкой trim. Но он какой-то дурацкий, к нему подмешано много звуков, в нем есть низкие частоты. И как ты его не ровняй, даже с помощью envelope, то есть все кроме дикей на минимум, и дикей крутим уже. Все равно из него ничего не получится, потому что в нем нет очевидного щелчка, такого прям транзиента хорошего. В нем нету, да в нем много чего нету, и кроме того, он чуть-чуть неровный по панораме. Просто вот это просто не очень хороший сэмпл, потому что он, с моей опять же точки зрения, не очень хорошо звучит. Его иногда можно использовать как дополнительный сэмпл, но очень-очень редко. Я, к примеру, предпочитаю вообще всегда использовать только чистые и хорошие сэмплы. И если мне нужно налейерить что-то странное, то я не ищу сразу такие вот довольно странные звуки, а сам лейерю. Мне кажется, такой подход гораздо правильнее. Точнее, он более правильный, в том плане, в том, что начинать лучше с такого. Потому что, если сразу использовать не очень хорошие сэмплы, то прогресс ваш в битмейкинге будет такой, ну, сомнительный, скажем так. Вот второй звук, тоже очевидно плохой. Почему? Потому что в нем есть, ну ладно, чуть-чуть тишины, опять же, это трим. Ну, во-первых, в нем есть, опять же, какой-то странный лейеринг, в нем есть что-то подмешанное неправильное, что-то низкочастотное. И еще в нем есть реверберация. Ну, и он, опять же, какой-то размытый, в том, что там сначала один звук, потом второй звук. Лучше такие вещи делать самому. Да, мы можем сделать с ним такую штуку. То есть, если прислушаться, он как бы даже неплохо звучит. Но, вот мы опять же все убираем, оставляем тикей. И когда мы убираем реверберацию с помощью дикей, реверберационный хвост, то магия этого звука тает. Можно сделать вот так еще. Вот он становится длиннее. Но я обычно использую анвелоу, потому что как бы тут легче контролировать продолжительность сэмпла. Можем мы ему атаку подкрутить. Это, конечно, не обязательно. Ну, вот в нем есть щелчок, но, тем не менее, звук не очень хороший. Из-за того, что с панорамой в нем все более-менее в порядке. Но к нему подмешана какая-то ерунда низкочастотная. И сам по себе звук не очень хороший. И при этом он называется клэп. И это, ну, как бы он не подходит под этот разряд. И вот поэтому он, очевидно, плохой. Тут все не так просто. Здесь, опять же, есть чуть-чуть тишины в начале. Да, это тишина хороша, если просто накладывать сэмпл из одного и того же драм-кита друг на друга. Как бы появляется легкая задержка, когда звучит клэп. То есть сначала звучит снар, а потом звучит клэп. Да, это прикольно. Но лучше такую штуку делать самому. По крайней мере, вы будете ее контролировать. В настройках сэмпла есть кнопка Shift. То есть она отодвигает звучание сэмпла на определенный промежуток времени. То есть вы его задаете крутилкой. То есть, оп, это получается одна чего. Ну, вряд ли это одна секунда. На одну единицу чего-то. Ну, я предполагаю, что это миллисекунды. Откладывая. То есть крутилка Shift нужна для того, чтобы откладывать звучание сэмпла на заданную вами длительность. Ну, в этом сэмпле, кроме того, что он сам по себе довольно дурацкий. Да, вы заметили, что действительно подбирают дурацкие сэмплы, чтобы показать очевидно плохие сэмплы. Но, вот как ни странно, вот настолько очевидно плохие сэмплы я часто слышу в битах, которые вы мне показываете на стримах. Так, что с ним можно сделать, чтобы его улучшить? Опять же, та же самая фигня. Настраиваем envelope. Ну, вот этот сэмпл еще как-то там имеет право на существование. В нем чуть-чуть есть низа, опять же, но это скорее такой snare-клэп на лейеренный. Но, что вам мешает самим лейерить правильные клэпы на правильные снэры? Опять же, в этом нет ничего сложного. Совершенно. Поэтому я предпочитаю не использовать такие звуки. Потому что, особенно то, что в начале имело реверберацию. С самого начала. За реверберацией обычно прячут не очень хорошие звуки. То есть, если вы откроете Nexus и начнете смотреть его пресеты, то почти на всех будет много дилея и много реверберации. При этом Nexus совершенно нормальный плагин. Но не все пресеты в Nexus хорошие, но они все звучат прикольно за счет как раз реверберации. То, что они сразу накидывают на него ревер, и вы пытаетесь впихнуть его в микс, он там не звучит. Но отдельно от миксов звучит прям хорошо. И вот это самая большая проблема реверов, которые изначально положены на звуки. То есть, в Nexus вы ревер отключить можете. Там кнопочка есть. Нажимаете реверберацию, и она выключается. А с сэмплом так не работает. То есть, вот изначально на него накинули этот ревер. И он там есть. И вы его никуда не уберете. Его можно спрятать вот так вот. Но все равно там чуть-чуть он прослеживаться будет. И это неправильно. Поэтому я считаю, что лучше брать изначально более-менее чистые сэмплы. И с ними уже работать. Ну вот теперь перейдем к хай-хетам. Очевидно плохой хай-хет. Он называется хай-хет. Типа хэви хай-хет. Но в нем есть какой-то кик или типа того. Или бас какой-то. Ну, короче. Ну, просто это не хэт. Он звучит как-то странно для хэта. И этим он, очевидно, плох. То есть... Ну, я не знаю, что тут пояснять. Просто не очень хороший звук. Но, тем не менее, я думаю, что найдутся люди, которые захотят его использовать. Так вот. Не используйте такой звук. Я считаю, что это неправильно. Вот менее очевидно плохой звук. То есть это типа живой хэт. И он красивый такой. В нем, опять же, есть ревер. В нем есть панорама. Но, во-первых, то, что в нем неправильная панорама, это не круто. Потому что панораму лучше, опять же, настраивать самому. И в нем есть ревер. Ладно, предположим, ревер мы можем убрать. Такой же настройкой. Вот мы получили просто хэт, который типа живой. Но, у нем неправильная панорама. И когда мы начинаем пытаться ее выровнять, вот таким вот образом, она становится еще более корявой. Так что я рекомендую вам не использовать такие сэмплы. Потому что, вот еще одна причина, почему я не использую дрампаки, в котором изначально есть ревер. Когда вы их прописываете, то ревера этих звуков сами на себя накладываются. Накладываются на ревера других звуков. И получается, в общем, каша, которая, блин, нифига не качает. И в этом большая проблема. То, что сначала, когда вы пишете бит, попытаетесь написать сухой бит. Сухой. Вот это не обязательно его делать в итоге таким без ревера, без панорамы, без таких ширины красивой. Нет, изначально постарайтесь сделать так, чтобы ваш бит без реверов уже качал. Потом вы уже можете чуть-чуть на клэп, на хэд накинуть какие-то легкие ревера. Но изначально они, ну, без них должно быть хорошо. То есть, когда вы изначально написали трек, то ревера, которые есть на звук, они как бы его приукрашивают. Говорят, да, чувак, не парься, и так хорошо звучит. Нормальные сэмплы. Нет, к сожалению, не нормальные. Поэтому сначала я предпочитаю делать сухой звук, а потом его уже можно чуть-чуть разукрасить реверами. Опять же, кто-то может сказать, что этот подход неправильный, но мне этот подход работает. Вот. Еще прикольный звук. Ну, это хай-хэт. И он еще, у него такая особенность, у него корневая нота сдвинута. То есть, если вы захотите поставить его вот так, то он будет звучать вот так. А изначально в браузере при воспроизведении он звучал вот так. Но почему-то корневая нота его была куда-то сдвинута. Как ее передвигать? То есть, если вы заходите в настройки и видите, что это синяя полосочка, если вы пользуетесь FFL Studio 12. Где-то на какой-то там C8, там где-то еще. Она должна быть на C5. Правой кнопкой мышки нажимаете на C5 и все. И она перемещается. Ну, точнее, на C5. Ну, или на C5, это в целом неважно. Вот на эту вертикальную полосочку, где написано C5, нажимаете. И тогда звук будет нормальным. То есть, это все звуки для FFL Studio так построены, что у них есть корневая нота. И она C5. И поэтому она должна быть здесь. Вот. Если не вдаваться в подробности. Теперь перейдем к кикам. Вот. Опять та же фигня. У него корневая нота неправильная. Она C0. Переставляем на C5 для удобства. Этот кик плохой, потому что, во-первых, у него проблемы с панорамой. Он как-то дурацко расширен. Во-вторых, у него есть чуть-чуть ревера и какие-то подмешанные звуки. И что вы с ним не делаете, он будет плохим. То есть, этот плохой звук. С ним ничего нельзя сделать. Ну, еще у него есть вначале немного тишины. Но мы ее подрежем. Вот этот звук не настолько очевидно плохой. Но даже если посмотреть на его рисунок, то видно вот так, что тут какой-то шум. Конечно, вы можете его убавить, но все равно это немного слышно. Даже если вы будете настраивать его с помощью Envelope, то подмешанный шум все равно остается. Вот такой неочевидный, но довольно плохой сэмпл. Так, это он. Ну, тут та же причина. Потому что к нему подмешан шум. И кик это один из самых важных инструментов. К нему нужно относиться с должным почтением и подбирать подходящие, хорошие звуки. А не вот такие. Опять же, я знаю, что вот настолько очевидно плохие звуки. Мало кто подбирает. Но все-таки, все-таки я рекомендую вам к подбору звуков относиться очень аккуратно. Что я рекомендую взять за основу? То, чтобы в звуке не было ревера. Чтобы в звуке не было какой-то дурацкой панорамы, которая как-то сильно изменена. Чтобы в звуке не было подмешанных инструментов. То есть, если это Head, то там должен быть Head. Там не должно быть тика, там не должно быть снейра. Там должен быть Head. И то же самое там с тиками, с нейрами и с клэпами. Опять же, я предпочитаю использовать чистые звуки, которым, если что-то и подмешано, то как бы так и должно быть. То есть, есть специальные звуки с нейр, клэп. Их многие используют. И они имеют право на жизнь. Если вы не хотите лейлить сами. Это ваше дело. Но смотрите, чтобы в нем не было реверов. Чтобы в нем не было какой-то совсем низкочастотной дичи. Если это клэпы или хеты. И чтобы просто он нормально звучал. Это тоже немаловажно. То есть, можно подбирать чистые, но плохие звуки. Звук должен быть нормальным сам по себе. Но это... Сложно это описать словами. Но он просто нормальный. То есть, Head звучит как Head. Клэп звучит как Клэп. Кик звучит как Кик. Вот типа, например, вот так. А нормальный Кик. В нем нет ничего особенного. Тоже звучит почти так же. Вот Кик более низкий, но тоже нормальный. Из него можно что-то интересное налейерить с другими Киками. Или тоже более высокочастотный Кик. Ну вот, мне нравятся такие звуки. Простые, обычные, нормальные звуки. И вот, к примеру, Snare. Тоже чистенький, красивенький. Без ревера, без подмешанных звуков. Просто вот так и написано. Clean. Он чистый, нормальный звук. Мне вот такие звуки нравятся. Я считаю, что такие звуки использовать прикольно. Итак, перейдем к микшеру. Перед вами микшер FL Studio 12. Это очень прикольная и классная штука, которой очень удобно пользоваться. И для начала давайте по органам управления. Вот у нас тут есть переключение его видов. Компакт. Компакт 2, который использую я. White. White 2. White 3. И так далее. Но это не самое интересное. Мы можем... Ну, у него очень много интересных функций. Горячий клавиш. Давайте для начала сделаем вот такую штуку. Выделим звук. Звуки выделим. И мы можем все их отправить на микшер с помощью сочетания клавиш Ctrl-Shift-L. Что это значит? Теперь, когда этот звук, мы на него нажимаем. Он сначала попадает на вот этот канал микшера. И только потом попадает на мастер. Предположим, мы хотим наши звуки обработать одним компрессором. То есть, все ударные загнать в один компрессор. Для этого мы их выделяем. Жмем вот сюда на другой канал. На канал, на котором ничего нет. Правой кнопкой мышки и жмем Rode to Distract Only. Теперь, этот звук сначала попадает на этот... Отсюда выходит. Попадает вот сюда, на этот канал. От этого канала он попадает вот сюда. И только потом на мастер. Вот такая прикольная штука. Еще вопрос такой, у меня спрашивали, но давно. Ну, мало ли, может кому-то это интересно. Если мы... Я не помню, по-моему, я об этом даже рассказывал. Поставим несколько звуков на один канал, то мы можем все их перемести. Либо мы можем сохранить пресеты для конкретного канала. Либо мы можем сделать так, вот так, хлоп и бодыщ. И получается, все эти настройки переносятся на другой канал. То есть, правой кнопкой мышки, файл. Зажимаем вот это, перетаскиваем и кладем на тот канал, на который мы хотим это переместить. F12 это свернуть все окна. Это очень удобно. Теперь, что еще можно сделать с микшером? Вот тут есть канал Current. Вот это прям очень прикольная штука. Мы можем на этот канал повесить такую штуку Wave Candy. То есть, это измеритель громкости. Ой-ой-ой. Да. Надо было сначала выключить эффекты. То есть, мы можем повесить его сюда. И смотрите, на нем сейчас ничего нет. Но мы нажимаем вот на этот канал. И вот чудо на нем появляется. Вот нужно вот так вот сделать. То есть, мы видим. Мы видим этот звук. То есть, канал Current, он нужен для того, чтобы попасть на него. Нажимаем вот сюда. То есть, он нужен для того, чтобы вы, к примеру, повесили измеритель громкости. И нажимая на какой-то канал, слышали то, что именно на нем. То есть, громкость того звука, который именно на нем. Чтобы не вешать Wave Candy на каждый канал. Или не вешать его на мастер. Потому что, если вы повесите его на мастер, то вы будете слышать общую громкость. И вам нужно будет делать канал солирующим. Но если вы хотите просто в миксе измерять громкость каждого канала, к примеру, то вешаете Wave Candy на Current и просто выбираете нужный канал. Вот я сейчас выбрал этот и вижу на нем громкость вот этого. Нажимаю сюда и ничего не вижу на Wave Candy, потому что громкость есть только на вот этом канале. А вот на этом нет. А я сейчас нажал на этот. И поэтому мы видим громкость, которая на этом канале. Вот такая забавная штука. Ну и потом там есть всякие прикольные вещи. Типа, мы можем сделать звук моно. То есть, мы свели его в моно. То есть, левый и правый канал суммировали в один, и он звучит ровно по центру. Вот. Ну, расширить в стерео. Но я этим не пользуюсь. Обычно я вот этой крутилкой пользуюсь только для того, чтобы бас и кик свести к моно. Потому что они должны звучать в моно. Потом у нас тут есть кнопка Reverse Polarity. Вот она. То есть, это аналог кнопки Reverse Polarity вот здесь вот. И у нас тут есть кнопка поменять местами левый и правый канал. Потом, вот как вы уже заметили, вот эта кнопка, она включает-выключает эффекты. Давайте это убавим. Включим эффекты. Я повесил наугад Soft Clipper, Hardcore и Squeeze. Ну, вот так они звучат все вместе. Потом, очень важная штука. Я же забыл про нее сразу сказать. Это прям очень круто. Вы можете выделить каналы и регулировать громкость их все разом. Но это не все. То есть, мы можем поставить громкость на разные уровни. То есть, предположим, вы уже сделали баланс громкости. Вот так хлоп. И оп. И они как бы изменяются на... Пропорционально меняется громкость на них. Это очень удобно. Так, про групповые каналы я уже рассказал. Ну, естественно, поскольку это FL Studio. Вот тут есть такая кнопка. Правой кнопкой жмете и Reset. Изначально возвращает эту кнопку к изначальным настройкам. Если вы хотите полностью сбросить те эффекты, которые вы накидали на мастер... Ой, не на мастер. На любой канал. Вы можете их просто убирать. Типа вот так. А если их такая гора, то есть все 10 заняты. И вы не хотите все их убирать. Можете нажать правой кнопкой сюда. Файл, OpenMixerTrack и Default. И бац. И он стал стандартным. В том числе изменилось и имя на стандартное. Если вы хотите... Например, у вас был групповой канал вот здесь вот. И вы хотите его снова перебросить только на мастер. То есть, чтобы они не шли в групповой канал, а сразу бежали на мастер-канал эти звуки. То нажимаете правой кнопкой мышки вот сюда. И Roll Toddy's Track Only. Он, конечно, все... Вот очень важная особенность. Если до этого вы делали сенды, то есть канал этот посылали куда-то на дополнительный канал. Вот берем этот звук. Мы можем послать его вот сюда. Вы можете услышать, что меняется громкость. Это потому, что когда мы левой кнопкой мышки просто нажимаем сюда, то у нас появляется канал. Появляется такая штука. То есть, звук отсюда попадает на этот канал. После этого он идет на вот этот канал. Один звук идет на этот канал, а другой звук идет на мастер. То есть, он как бы дублируется. И отсюда он уже попадает на мастер. То есть, на мастере получается, что у нас два таких звука. Они друг на друга накладываются. И громкость из-за этого увеличивается. Это нельзя путать с Roll Toddy's Track Only. Потому что, когда мы нажимаем Roll Toddy's Track Only, то получается, это в переводе с английского, то есть, подключить только к этому каналу. То есть, все остальные его связи обрываются. Он уже больше не отправлен на этот канал. Он только на соседний канал, потому что мы нажали только на него. То есть, если вы хотите, чтобы собрать групповые каналы и при этом использовать сэнды, то после того, как вы соберете групповой канал, вам нужно будет заново делать все сэнды. Сэнд канал, но опять же, это вот. То есть, каждый канал может быть сэндом. И тут есть вот эти сэнды, которые изначально были в FL Studio. Но поскольку теперь каждый канал может быть сэндом, они как бы не имеют большого смысла. Я надеюсь, что я понятно объясняю. Опять же, если вам непонятно, если я говорю какую-то дичь, то напишите об этом в комментах. И будем разбираться более подробно в процессе дальнейших видеоуроков по FL Studio для начинающих. Ну, тут еще у этого микшера есть такие интересные функции, как типа он изменяется в размере. Мы можем сделать его на весь экран. Это иногда бывает удобно. И тут есть всякие разные функции, типа можем выделить, создать. Не так. Можем выделить. То есть, зажимая Ctrl, вот так, хлоп, выделяю. Типа Create Group. И назовем группу... Вот так ее назовем. И сразу появляются вот эти полосочки. Они называются в FL Studio Separator. То есть, разделитель. И группа называется вот так. То есть, мы можем нажать вот сюда. Нет, нажать вот сюда. И убрать разделитель. А можем его поставить. Можем поставить его вообще в любом месте. То есть, не обязательно создавать группу. Мы можем просто разделить, выделить какие-то каналы с сепараторами. То есть, это очень удобно. Опять же, ну, я не всегда этим пользуюсь. Но если нужно проект нормально визуализировать, чтобы в нем не потеряться, то вот такие группы и сепараторы, это очень удобная штука. Еще из интересных функций. Ну вот. Типа, когда вы создаете группу, вы можете создать, задать ей цвет. Вот такой, например. Бац. Почему бы не сделать ее цветным? Или... Или, или, или... Так. Тут этого нет. Ну, где-то тут еще можно задать иконку, но я этим не пользуюсь. Вот, иконку. Бац. И появилась вот здесь вот иконка с гитаркой. Опять же, это визуализация. Я не очень этим пользуюсь, но тем не менее, это удобная штука. Так. Наверное, это самое важное, что я рассказал про эти... Про микшер. Но еще довольно важная вещь, то, что вот эти все настройки, которые вы делаете, к примеру, микшер. Вот настроили, настроили здесь микшер встроенный. Трех... Ой, какой микшер. Трехполосный эквалайзер, конечно же, я хотел сказать. Во-первых, вы можете точно так же сбрасывать все эти настройки. Вот тут. Ну, это обычный эквалайзер. Его особенность в том, что когда вы кидаете эффекты вот сюда... Ну, а вот, забыл еще сказать. То есть, мы, например, накидали вот таких вот разных звуков сюда. И хотим, чтобы звук проходил каким-то образом. То есть, каким образом происходит проход звука. Вот мы, предположим, запустили сюда этот 14-й канал. Давайте направим на него этот клэп. То есть, выделяем звук в степ-секвенсере, жмем Ctrl-L, и он отправляется вот на этот канал. То есть, он из степ-секвенсера, он же Channel Rack, попадает на этот канал. После этого он попадает во фрути-ревер, во второй фрути-ревер, во фрути-компрессор, в дециморт. То есть, это последовательная цепочка. И только потом на вот этот самый эквалайзер, и только потом попадает на мастер. То есть, если вы хотите, чтобы дециморт с самого начала обрабатывал звук, то вы наводите на него мышку и так хлоп-хлоп-хлоп колесиком мышки. Ну, или тут есть вот, Move Up, Move Down. Можете на него нажимать, если вдруг у вашей мышки нет колесика. И теперь уж точно все. Еще тут есть такие штуки, типа как задавать задержку для... Ну, я думаю, что вряд ли вы будете этим сильно пользоваться. Но, типа, вы можете задавать задержку в миллисекундах, потому что любой плагин создает небольшую задержку. И в FL-ке она автоматически компенсируется. Но это такие тонкости, в которые лезть, как бы, в данном случае не обязательно. И вроде как на этом все. Если у вас остались какие-то интересные вопросы, или есть интересные вопросы в целом по FL-ке, на которые я мог бы ответить в рамках этих видеоуроков, то напишите о них в комментариях. И очень важная вещь. Бит в стиле, как бы никто не отменял, они точно так же будут выходить. Может быть, теперь чуть-чуть реже, потому что появились вот эти видеоуроки. Если вам интересно продолжение, напишите об этом в комментариях. И на этом все. Опять же, напоминаю, что ко всем моим видеокурсам, к каждому моему видеокурсу, приложен бесплатный видеокурс для новичков. То есть бесплатно приложен. Покупая любой видеокурс, вы получаете также видеокурс для новичков. То есть получается, что в каждом моем видеокурсе есть основная часть и часть для новичков. То есть вы проходите часть для новичков, и основная часть становится вам понятной. И вот так это работает. Ну и на этом вроде как все. Если этот видеоурок был вам полезен, то обязательно жмакните лайк. И если он был вам совершенно бесполезен и неинтересен, жмакните дизлайк. Подпишитесь на этот канал, если вы этого еще не сделали. И обязательно шарахните по колокольчику, потому что это очень важно. Видеоуроки у меня выходят не так часто. И я не буду засорять вам ленту своими уведомлениями. Так что обязательно нажмите на колокольчик. И на этом все. С вами был Стас. Пока.